Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Мини-маркет с макси объемами спиртного. Как борются с контрафактным алкоголем, глава Анапы проверил лично. Витязевский лиман станет водоохранной зоной. К защите уникального водоема администрация города привлекла природоохранную прокуратуру. Новые инвестиции в сельское хозяйство. Сеть крупных тепличных комплексов появится во всех районах Краснодарского края. 135 литров нелегального алкоголя изъяли анапские полицейские из мини-маркета на Ленина 178. Сотрудников, чьи обязанности входит в борьба с фальсификатом, вызвал глава курорта. Сергей Сергеев проверил торговую точку, о которой городские власти уже сообщали в правоохранительные органы. Магазину без года неделя, но уже можно вешать ярлык. Здесь обманывают людей и торгуют левым алкоголем. Проверки были, а результата нет. Вот мы 4 числа направили в УВД письмо. 4 числа подписали, что этот магазин работает, не имея лицензии, торгует спиртным. Вот, пожалуйста. Сегодня 11 ночи. Работаем. Продолжаем работать. На все вопросы оправдания открылись недавно. Соблюсти закон не успели, а нарушить всегда пожалуйста. Полки уставлены алкоголем с сомнительными акцизами. Глава курорта звонит в дежурную часть полиции, а также вызывает своих подчиненных. Сергеев требует эффективного взаимодействия городских служб и правоохранительных органов. Городу нужен результат. Где уголок потребителя? Да ничего здесь нет. Вообще ничего. Ни самки книжки, ни спецодежки, ни уголка потребителя. Вообще ничего. Всюду работаешь. У вас выезжал специалист по этим объектам и закреплялся за продовольственным объектом? Ваш специалист должен не уйти отсюда, пока он не будет приведен в соответствие, либо закрыт. Прибывшие на место сотрудники полиции принимаются за работу. Глава Анапы подчеркивает, материал составлять не на физлицо продавца магазина, а на индивидуального предпринимателя Григорян Инну Ашотовну. Лицензии у нее нет и не будет. По закону получить этот документ ИП не может. За последние две недели сотрудники управления торговли выявили 10 точек, где незаконно идет реализация алкогольной продукции. Все материалы направлены в полицию. И еще по 9 объектам повторно. Между строк официального письма вопрос. Почему до сих пор на полках этих магазинов есть левое спиртное? Сформировать водоохранную зону на Витязевском лимане и защитить уникальную природную среду от посягательств любого рода поручение глава Анапы выполняет архитектура. В то же время муниципальный контроль обратился в природоохранную прокуратуру в силах именно этого федерального ведомства пресечь действия нарушителей экологии. По поручению главы города на Витязевском лимане установлен круглосуточный пост. Контролировать ситуацию приходится, поскольку вмешательство в уникальную экосистему лимана ведет к его открытому уничтожению. Что самое невероятное делают это именно те, кто живет рядом. Остановить хамов, которые обливовали для себя этот уголок природы, как бесплатное место для помойки надо всем миром. Проверить, нарезаны ли здесь кадастры. И если не нарезаны, то сформировать водоохранную зону архитектуры, ввести изменения в правила землепользованной застройки и прямо по дороге сформировать водоохранную зону, чтобы никогда никто здесь ничего не нарезал. Наказание за организацию стихийных свалок предусматривают сразу два документа. Федеральные законы и правила благоустройства Анапы. Писали для себя и сами же нарушаем. Размер штрафов от 2 до 100 тысяч рублей. Следующий шаг – видеонаблюдение. Приучать к чистоте и порядку можно разными методами. У одних в руках кардинальные меры, только пользуйся. У журналистов свой инструмент – гласность. Минута позора для тех, кто нарушает закон, в эфире нашей телекомпании обеспечена. Отразим на экологической карте имена этих героев. Кубань известна как житница России. И, по мнению многих, самые вкусные натуральные овощи выращиваются здесь. Причем объемы растения и водства с каждым годом только увеличиваются. Площадь теплиц в крае за пять лет возросла почти вдвое. На текущий год в бюджет региона заложено на развитие ващеводства закрытого грунта 24 миллиона рублей. Также в планах Министерства сельского хозяйства Кубани – сеть крупных тепличных комплексов, которые охватят все районы края. Теплицы появятся через пять лет. Строить их будут российские предприниматели и преимущественно из отечественных материалов. По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства края Сергея Орленко, цитирую, инвесторы идут. Я могу сказать, что та концепция, которую мы утвердили, она реальна. И 200 га за пять лет – это очень серьезное подспорье в рамках импортозамещения. Конец цитаты. Благоустройство в Анапе выходит на финишную прямую. Перед всекубанским субботником, который, напомню, пройдет 16 апреля, будут проведены основные работы. Сегодня они идут практически в круглосуточном режиме. Ночью, чтобы не мешать движению, наносят новую разметку на дорогах. А днем приводят в порядок парки и скверы, моют дороги и площади, красят бордюры и пешеходные переходы. На набережной сегодня приступили к замене ограды. Предстоит обновить почти полкилометра. Стараемся к сезону поменять ржавые на новые. Наша организация еще ведет обслуживание светофорных объектов в городе. Значит, мы их там обслужим, подкрашим. Замена у нас идет дорожных знаков. Это все будет к началу сезона. И мы треть дорог обновим новой дорожной разметкой. К началу курортного сезона у нас полностью будет все готово, покрашено для приема гостей. Что городскому жителю дарит ощущение радости и гармонии жизни. Особенно если весна уверенно заглянула в наши окна и зовет на прогулки по улицам любимого курорта. Конечно же, это цветы. В этом году их ассортимент пополнится новыми уникальными растениями. Хозяйка тепличного городка Татьяна Алексеевна Троленко в этом море цветочного разноцветия словно добрая волшебница. 35 лет она, как истинная фея, безошибочно владеющая своим искусством, колдует на грядках у озеленстрой, чтобы восхищать и радовать город-курорт. Без кропотливого труда красоты этой не будет. Но и в душе, если я не буду чувствовать эту красоту, не будет желания у меня любви к этим растениям, конечно, красоты такой уже не будет. За искреннее служение делу Татьяне Алексеевне в прошлом году глава города Сергей Сергеев вручил медаль за вклад в развитие курорта. Цветы на анапских улицах и скверах – это как золотой валютный запас. Мысли об этой красоте возвращают к нам в Анапу миллионы отдыхающих год от года. Но богатство на клумбах – это еще и невероятный труд в теплицах. Кто не знает, сколь микроскопичны семена портулака. Ну вот уже выстроились, как по ранжиру, вручную рассеянные в торфяные таблетки сеянцы. А сколько еще предстоит понянчить этот детский сад до буйного цветения? Потом с этой таблеточки в горшочек, потом с горшочка на клумбочку. Потом получается такая красота. Эту красоту она добывает по всей стране и миру, полагаясь на знания и опыт. Благодаря этому обычная герань, а по-научному пеларгония, перекочевала с подоконников на клумбы элитных здравниц. Герань деревенская, да. Но в деревне какой обычно? Красный цвет? Красный. А тут вон какие расцветки всякие. В этом году на 20 тысяч растений прибавится на клумбах и нежной бегоне. Удивительно, но этот цветок королевских парков и дворцовых скверов все больше завоевывают на жаркий город. Просто мастер знает точно, где такой хрупкой красоте место. Полутень, на солнце она нет, она погибает. А вот где тенистые такие аллейки, на Протапово мы садим ее. Потом набережная вот с этой стороны, где музей, вот этот, Горгипия, по этой стороне вот садим, Горького. А вот настоящий новичок в нашем городе Ипомея. Два цвета изумрудно-зеленой и бордовой украсят подвесные кашпо-измейки. Хотим попробовать, как она будет у нас смотреться на городских улицах. Также у нас для клумб будут новые растения. Вот катарантус. То есть тот же, можно сказать, бальзамин. Только немножечко ярче, немножечко выдержанней в нашей зоне, в нашем климате. И цветение у него более продолжительное. Длительный срок, до самых холодов, до самых заморозков. Очень яркие окраски. Надеюсь, что нашим жителям эта красота понравится. И с достоинством будет относиться к нашему труду, к нашей красоте, к нашим посадкам. В которые мы вкладываем душу. И, конечно, с настроением все это садим. Ежегодно теплицы Озелинстрой добавляют количество рассады на десятки тысяч штук. И не только потому, что добавляются площади. Частенько приходится восстанавливать разоренные цветники. На данный момент уже у нас распекировано 230 тысяч рассады. Будем очень надеяться, что труд Татьяны Алексеевны и ее коллектива город будет ценить и дорожить каждым цветочным кустиком. Вспомнить славные победные вехи. Анапских студентов и школьников приглашают принять участие во всероссийском тесте. 23 апреля в 11 часов на базе филиала Российского государственного социального университета в Анапе пройдет акция «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны». Организатором муниципальной площадки выступает молодежный совет при главе города. Проверить свои знания смогут все желающие. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 13 апреля, в связи с проведением ремонтных работ, будет частично прервано электроснабжение. С 12 до 18 часов в Суко, в Большому Трише, Пионерном. С 13 до 17 часов в Юровке. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапска ВРС 542-22 или по телефону горячей линии, указанной на экране. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...